Баскетбол это, пожалуй, самая лучшая игра на планете с мячом, а конкурс трёхочковых один из самых эффектных в этом виде спорта. Сейчас посмотрим, сколько получится попасть из-за дуги у меня. Полминуты на разминку, найти свою точку на периметре, привыкнуть к мячу и кольцу. Затем полминуты на то, чтобы попасть в корзину как можно больше раз. Ну что ж, не попал ни одного раза, но это и логично, потому что не было никаких тренировок. Сейчас посмотрим за парнями. Лучшие попадут в финал и там уже будут биться за главные призы. Свои герои находятся и на площадке по стритболу. Трое игроков, одна корзина, половина поля. За попадание порой приходится платить очень большую цену. Накал эмоций борьбы здесь порой просто зашкаливает. Это кажется. Но они нашего центрового убрали, перенос носа, поэтому чуть-чуть разозлились. Рядом с баскетболистами пляжники. Вот уж кто больше всех рад солнечной погоде. Волейболисты буквально летают по площадке за, казалось бы, проигранным мячом. Здесь песок играет им только на руку, мягче приземляться, чем на паркет. В ходе игры замечаем и другие нюансы. Это означает закрытие блока и чтобы твой напарник понимал, как защищаться. Первый пальцем это кроется диагональ, а один пальцем это линия. Это особенно помогает при подачах, когда соперник не видит. Неподалеку от песчаных баталий свою игру начинают любители футбола. Забивать голы на натуральном газоне – одно удовольствие. Чуть дальше свои трюки оттачивают любители велосипедов и смокатов. Рядом с ними площадки для занятий на турниках и со штангой. Всего более десятка зон с разными видами спорта. Хотим всех объединить и показать, что спорт можно организовать в совершенно другом уровне. Даже начиная от внешней составляющей мероприятия, какого-то официального сайта, социальные сети. И естественно, то, что мы пытаемся показать в баскетболе, мы хотим это потом продемонстрировать во всех видах спорта. Потому что любой массовый спорт не может существовать без профессионального или полупрофессионального. Потому что ребята смотрят на них, хотят равняться и попадать в эти команды. Почти тысячи заявок можно смело говорить о рекорде посещаемости NN Open. А сколько зрителей приходит поддержать спортсменов, их просто не сосчитать. То, что такое сделали на Мещерке, какая-то движуха идет здесь, это вообще очень здорово. Мы вот здесь живем как-то и чувствуем, у стадиона сейчас что-то происходит, здесь что-то происходит. Это вообще очень здорово. Просто город расцветает. Это пропаганда спорта второго образа жизни. У нас не так много таких мероприятий, поэтому это всегда очень привлекает. Этому фестивалю всего два года, но он уже объединяет не только весь спортивный Нижний Новгород, но и многие города России. На будущий год организаторы планируют сделать NN Open и вовсе международным, чтобы объединить под открытым небом как можно больше людей и приобщить их к здоровому образу жизни. Субтитры создавал DimaTorzok